Сельские школы требуют большого внимания, им нужен особый подход. И знания, которые получат в них учащиеся, не должны отставать по своему уровню от городских образовательных учреждений. Именно для этого и открываются в школах, расположенных в хуторах и станицах, центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В 11-й школе хутора Маевского ребята с удовольствием занимаются в кабинете дополнительных общеобразовательных программ «Точка роста». Кабинет открыт благодаря национальному проекту образования. Созданы хорошие условия для современных методов обучения по программам естественно-научной и технологической направленностей. Используем оборудование, используем компьютеры. Нам повезло, что мы участвуем сразу в двух проектах «Точка роста» и чуть раньше у нас цифровая образовательная среда. Поэтому у нас хватает компьютеров. Несомненно, это работает на качество. У ребят, то есть когда мы проводили раньше, у нас не хватало материалов, не хватало оборудования. И ребятам все давалось на видеоуроках. Сейчас ребята могут пощупать, попробовать. И соответственно им становится более интереснее живой интерес. То есть когда они это могут на себе ощутить, это совершенно другое, когда они просто посмотрели видеоурок. Учащиеся, начиная со второго класса, занимаются в своей «Точке роста» как в учебную неделю, так и по выходным. Ребята получают дополнительные знания по химии, биологии, математике, информатике, астрономии, робототехнике, программированию и технологии. Я была очень рада, когда открыли «Точку роста», потому что безусловно хочу развиваться и получать больше знаний. Благодаря «Точке роста» мы развиваемся и можем углубиться во многие темы, которые нам были интересны. Можем проводить опыты и программировать, заниматься тем, что нам нравится. И в 14-й школе хутора Прикубанского удалось интенсифицировать процесс преподавания целого ряда предметов. Комплект нового оборудования позволил ребятам и педагогам поднять уровень образования. Не просто на уроках, а на переменах они приходят и просят, можно ли нам посмотреть, можно ли нам изучить. У детей появились новые вопросы. Если раньше ребенок приходил и говорил «А зачем мне это нужно?», то сегодня он задается вопросом «А что будет, если?». А я заглянул в микромиры, что я там увижу?». Очень отрадно видеть, что дети превосходят своего учителя, когда они очень быстро, вникая в новые программы, совершенно им незнакомые, свободно подключают всю систему, свободно настраивают микроскопы, свободно овладевают этим оборудованием быстрее. В «Точке роста» школьники самостоятельно создают проекты, проявляют живой интерес к процессу исследования и обучения. Благодаря «Точке роста» школьники получают возможность экспериментировать во внеурочное время, заниматься наукой. Детям очень нравится. В нашей школе работает несколько кружков по направлениям биологии, физико-химии. Мы получили новейшее оборудование. Детям очень нравится и с удовольствием ходят на данные кружки. Центр «Точка роста» открывает перед учащимися дверь в мир современных цифровых технологий и содействует их всестороннему развитию. Школьники с увлечением занимаются здесь. Мы рады, что у нас открылся такой центр. Уроки стали интереснее и приятнее. Спасибо, что у нас есть такой центр. Очень важно обновлять инфраструктуру школ, чтобы ребятам было интересно и комфортно учиться. Они приобретают новые знания и навыки. В конечном счете выигрыши будут все. Впереди у учителей и школьников серьезные исследования и реализация проектов. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Программа «События».